Я же не убил никого. Ну, не весело было. Это же, если рассказываешь, не все. Да, да, это оно, да. А было, наверное, не весело. Это же много времени размышлять. Ну, и ударился в такой махровый сатанизм. Каждый день дважды проверяли. Проверка. Ну, как... Ну, эйфория внутренняя, да? По камере взад-вперед я даже одеться забыл. У Бога есть милость, и Бог много милостивый. Что есть на данный момент, будь доволен тем, что у тебя есть на данный момент. Поэтому, я думаю, все-таки работа с заключенными – это мое. Он был осужден на пожизненный срок. Отсидел 38 лет подряд. В 2002 году он уверовал, покаялся и посвятил свою жизнь служению Господу. Милостью Бога Олег был освобожден из тюрьмы в 2021 году. Как бы глубоко человек не опустился, это еще ни точка, ни возврата. Нет такой глубины, откуда Господь не мог бы вытащить человека. Для Бога нет безнадежных случаев. Пожизненный приговор – это безнадега. Но Бог способен все изменить и восстановить тех, кто обращается к Нему. Представляем вашему вниманию свидетельство Олега Пятницкого. Приветствуем всех из студии радио ИЛИ «Город Нарва». И здесь сегодня с вами я, пастор церкви «Узкий путь» Дмитрий Андреев. И также гость у нас из поселка Эмари – брат Олег Пятницкий. Олег, здравствуй. Шалом. И тема сегодняшней передачи – это уникальный случай милости Божьей в жизнь человека, в жизнь грешника. И забегая вперед уже, скажу, вот здесь сегодня Олег Пятницкий, и его случай, он и трагический, и благословенный. Есть местописание в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иисус Христос говорит, что дьявол пришел убить, разрушить и погубить. А я пришел, он говорит про себя, дать жизнь и жизнь с избытком. И обе эти части, и отрицательную, и положительную, пережил брат Олег. Брат Олег отсидел в тюрьме без выхода подряд, 38 лет. Был осужден на пожизненный срок, но милостью Бога он на свободе. И вот обо всем этом мы сегодня хотим поговорить. И первый мой вопрос, Олег, как ты видишь, где началось твое падение? С чего началось падение? Ну, падение, наверное, у большинства начинается с детства. Первая кража в 5 лет, свидетель убийства в 7 лет. Ясно, что меня не привлекали как свидетели, но я это видел. И вот с этого, наверное, началось охлаждение к человеческой жизни, то есть к ценности жизни человека. К тому же, еще мне мнение было 7 лет, я первый раз выстрелил из автомата. То есть это, можно сказать, сразу такая детская влюбленность в оружие. Ну, и, наверное, когда при себе какое-то оружие, ты чувствуешь себя сильнее, наверное. И вседозволенность наступает, ты понимаешь, ты же можешь справиться, если... Безнаказанность. Да, безнаказанность. Он с кулаками, так я же с оружием. То есть попробуй меня возьми. И, наверное, с этого и начинается. А как ты думаешь, это был недосмотр общества или это общая тенденция была безбожного... Недосмотр родителей или общая тенденция безбожного общества? Здесь, наверное, такой симбиоз. То есть то, что у меня семья неполная. Отец обычно либо в тюрьме, либо где-то в бегах. Вот. Мама одна воспитывала. Ну, надо же... Нас двое с сестрой. То есть нас надо кормить, поить, одевать, обувать. Значит, она по две смены работает. Я предоставлен сам себе. Школа, ну, это тоже не то место, где могут привить там какие-то такие уж очень высокие ценности. Да, учиться, учиться, учиться. Но одну учебу невозможно. А в то время таких задушевных бесед педагоги не вели. Это 70-е годы, да? Это 60-е. 60-е годы. Это Эстония, город Таллин. Да, Эстония. Ты родился уроженец города Таллин? Да, я уроженец города Таллин. Всю жизнь сознательную ты жил в городе Таллин? Ну, до тюрьмы, да. Ясно. В тюрьму в каком году тебя посадили? В 1983-м. Вот немножко расскажи, как так случилось, что тебя посадили в тюрьму? Ну, прежде чем рассказать, как посадили в тюрьму, это, наверное, немножечко предысторию, да, что жизнь-то моя протекала, скажем так, что ни день, то преступление. Разбои, грабежи, даже участие в убийстве, и всё сходило с рук. То есть оставался безнаказанным. Ну, а вот в 1983-м году, ну, скажем так, оказался не в то время и не в том месте, не в той компании. Но так жил не ты один. Наверное, много вокруг людей так себя так жили, так вели. Ну, наверное, большинство так и вели себя. Но вот суть вся в чём, что на тот момент, конечно, я этого не понимал и не осознавал, что, ну, в 1982-м году, скажем так, первый призыв от Господа был. Меня, вот когда было пробуждение в Эстонии, в воле висли в церкви, что вот приезжали мои бывшие жены, вот братья приехали, они с Украины приехали, из Крыма приехали для того, чтобы пойти на служение. Вот они меня звали, но я отказался, сказал, что это не моё. То есть Господь уже тогда... Вполне возможно, если бы ты, ну, из любопытства, может быть, ну, пошёл бы на собрание, учитывая, насколько Господь действовал тогда в той церкви, в Ольвисте, может быть, всё бы изменилось, всё было совершенно иначе. Я даже уверен, что было бы иначе, но как было, так было. История сослагательного наклонения не имеет, значит, случилось так, что, значит, я отказался. И вот буквально через полгода я был уже в тюрьме. И посадили меня за преступление, которое я не совершал. То есть забрали за преступление, которое я не совершал. И во времена Андропова всё-таки и суды, и прокуратура, они немножечко побаивались беззакония, беспредела такого. И за это преступление, за которое меня забрали, меня не осудили. Осудили меня за то преступление... Ну, я сам сдался, скажем так, я сдал более... Своё преступление, оно там грабёж, но оно было как подтверждение моего алиби, что я не мог совершить преступление, другое. И вот таким образом первый раз в 83-м году меня не осудили. Ну вот, зная твою историю, не раз мы с тобой уже беседовали, я слышал твоё свидетельство. Тебя оболгали. Да, так получилось. То преступление, за которое ты получил приговор, оно, и которого не было совершено тобою, оно перекрыло то преступление, которое ты совершил. Ну, конечно, да, оно было более тяжкое. Осудили несправедливо, ну, в какой-то степени. Да, конечно. Так получилось. И как ты это воспринял? Ну, скажем так, осознание того, что я когда-то что-то творил, и мне всё сходило с рук, даже не было. То есть у меня появилась ненависть ко всем. Я не скажу, что там... Ко всем, буквально к отдельным лицам более сильная ненависть. То есть ненависть к системе, ненависть к таким лицам, потому что это всё-таки близкий человек, который тебя оболгал, да. Если бы ты был какой-то там далёкий человек, а то это близкий человек, как сказано... Ну, это уже потом, позже я узнал в Писании, что да будет одно целое, да. Вот. И тут вдруг такой удар со спины, из-под тишка, да. Ну, и, конечно, возникла жажда мести. Вот это чувство, что я должен отомстить. Ты обозлился. Очень обозлился. И так-то ты не был добреньким, да? Да. Ты обозлился. Дело в чём, что добрым-то я и не был, да, но я уже не просто перестал быть добрым. Я понял, что я могу творить всё, что угодно. Меня же ни за что осудили. Я же не виновен. То есть, прошлые мои преступления, которые я совершал... В расчёт не пошли. Нет, вообще никакого нет. И ты сам наделил себя правом творить зло. Да, конечно, право суда. Да, я взял себе такое право, что я могу судить. Ты и судья, и прокурор. И прокурор. И я же сам исполнитель, я же сам и палач. Всё, я могу сам. Потому что, ну, как я центр вселенной, и вдруг меня так вот, со мной так обошлись. Подставили. Да. И что случилось? Случилось то, что вот это осознание, я сижу ни за что. Ну, плюс те понятия, с которыми я приехал из Белоруссии, в Эстонию, вернулся. То есть, все эти тюремные понятия, что поступить нужно так, так и так. Плюс то, что я сижу ни за что, меня никто не слышит, я пишу жалобы, стучу вообще дверь. Ты жаловался, написал. Да. Получил, как говорится, первый ответ, и потом ещё 46 под копирку отписок, как от прокурора, так и от судьи. Это всё. И, то есть, ну, никто не слышал, никто не реагировал. Ну, и, конечно, тут ещё больше такое, раз вы меня не слышите, значит, я буду решать сам. Ты решил привлечь себе внимание новым преступлением? Ну, скажем так, я, наоборот, не хотел внимания, я хотел, чтобы это осталось в тайне. Да, но я, скажем так, мотивация какая? Меня осудили за преступление, которого я не совершал. Значит, я, осудили за убийство, которого ты не совершал. Да, я же не убил никого. Значит, я могу уравновесить. То есть, раз за убийство сижу, я могу убить человека. Потому что, ну, чтобы пустота была заполнена. Чтобы была справедливость, по моим понятиям. По моим понятиям, это справедливо, да. Вот. И таким образом совершил убийство, да. Совершённое убийство. И за это преступление я получил исключительную меру наказания расстрел. Это какой год? Это девяносто второй. Сколько на тот момент ты уже отсидел? Ну, на тот момент у меня было отсидевано девять лет. Ну, и ты находился в тюрьме, совершил новое преступление. и тебя осудили приговор от смертной казни. Исключительная мера наказания, да. И маян. Ну, обычно такой приговор в таких случаях, ну, это же тоже редкость. Ну, да, там за три убийства получали по 12-15 лет, а тут за одно убийство. Ну, скажем так, они же всё-таки по приговору учитывали два, что первое, это осуждение. Меж никто там не оправдал, не доказал я, что не виновен. Ну, там были случаи, кто сидел за убийство, а потом совершал ещё два-три убийства и получали 12-15 лет, а тут, да, за одно убийство. Да, все были как-то, не то, что я был возмущён, удивлён, а вся тюрьма, да, как так? Несправедливо. Ты тоже посчитал, что это несправедливо? Конечно, конечно, я посчитал, что это... Ну, вот расскажи, вот всё-таки сидеть под под приговором смертная казнь, ждать исполнения приговора, за что ты цеплялся внутри, чтобы, ну, я не знаю, не сойти с ума, чтобы не покончить жизненным убийством, ведь сколько таких случаев история знает. я не могу представить, потому что нет этого опыта. Да, слава Богу, что не можешь представить. Слава Богу. Но мне страшно представить, даже подумать, меня это уже, ну, я уже переживаю большой дискомфорт внутри, что ты приговорён к смертной казни. Как, вот что, как ты жил вот то время, пока ты жил под этой статьёй? В камере смертников неверующих нет. Это может быть и есть, но это, наверное, какие-то там совсем уже сошедшие с ума маньяки, то есть, совершенно не, уже безумные люди. А люди, которые всё-таки здравомыслящие, то неверующих нет в камере смертников, потому что ты понимаешь, да, у меня вот внутренне как-то было, что меня не расстреляют. Вот внутри где-то... Какая-то надежда. Да, вот такая в глубине где-то жила, что меня не расстреляют, но... Хотя причин нету. Да, и причин... Но всё равно ты понимаешь, а вдруг... Какая-то надежда была. Да, надежда, что не расстреляют, была, но всё равно была, а вдруг расстреляют. И как-то вспомнились бабушкины рассказы о Боге, там, об Иисусе. Слава Господу, Библия разрешена была. Начал читать понемногу. Ну, молиться так особо не умел. Был молитва слов, по молитвослову, всё, то есть, ну, как православное учение. В камере сидел один? Да, да, да. Хотя камера на двоих, камера смертников на двоих рассчитана, но мы были... У нас было два смертника. Это эстонская тюрьма, старая тюрьма батареи. Старая батареяная тюрьма, да, второй этаж, тройников, да, восемь камер смертников. У нас двое было на тот момент. Толь всего? Да, смертников было двое, да. На тот момент, да, в декабре прибавился ещё один. Это 92-й год. Это 92-й год. Ну, и что, с этого момента ты начал обращаться к Богу? Скажем так, я впервые попробовал обратиться к Богу. Я даже вызвал священника, хотел креститься, но священник сказал, что два раза креститься нельзя. Это был православный священник? Православный священник, но тем не менее, он сказал, что я могу исповедаться, я исповедился ему, как говорится, властью данной ему Иисусом Христом отпустил мне грехи, причастил меня. Тебе стало легче, нет? Да, я честно скажу, да, я почувствовал такое облегчение, да, и что какую-то свободу, вот все-таки большую свободу, чем она была у меня. В твоей внутренности. Внутренности. Внутренности, да. Скажешь, а сокрушение о содеянном, тогда ты уже начал переживать? Да, впервые, это может быть первое ощущение, первое чувство. Совесть проснулась. Но, наверное, это было все равно еще на уровне чувств. То есть это... Не так глубоко. Не глубоко. Поверхностный слой. Поверхностный, да, на уровне чувства все-таки это было как-то... И, ну, я, ну, честно скажу, я жалею, что я так мало в камере смертников пробыл. Сколько ты пробыл? Я полгода пробыл там. А скажи, вот эти вот полгода, ну, вот ты слышишь шаги за дверью. Ты же мог предположить, к примеру, что идут исполнять приговор, меня сейчас заберут. Ты был готов к этому? Или как ты вообще переживал эти моменты? Скажем так, что там расписание очень строгое. Там строго по расписанию все. Допустим, баня — это понедельник и четверг через 10 дней. Вот. Ну, вот тогда такой интересный случай, что вот вдруг среда и время уже... Ну, мы в баню всегда ходили в 4 часа, в понедельник и в четверг, то есть 10-дневный график. И вдруг в среду на коридоре нас водили только строго офицеры. Это режимно-оперативная часть, и вдруг на коридоре шум такой «Открывайте камеры!» То есть, ну, это камеры смертников, наши камеры под электроблокировкой, там отдельные ключи, все. Да, вот тут внутри так содрогание такое. я даже забыл, что меня осудили буквально месяц назад, и что еще даже ответа на мое, как говорится, прошение о помиловании еще не пришло, то есть, еще не могло быть ничего, это просто даже в голову не пришло. Но страх такой, что ну вот и конец, вот часто тебя тут вот и в баню. Но привели в баню. На батарейной тюрьме, приговор, смертный приговор выполнялся в бане? Скажем так. Или была специальная камера? Там раньше была камера, но потом исполнение приговоров перенесли в Ленинград, эту камеру закрыли, но вот последний, кого расстреляли в 91-м году, его в бане просто застрелили. Советский Союз уже распался. Да, уже все. Отношения с тюрьмой. Уже эстония, и Питер не принял. Сказали, сами решайте свои вопросы. И, значит, ну, как сумели, так и решили. И вот тут, и тут в баню завели, моюсь, помылся. репертура Высоцкого, который знал, я весь спел, думаю, помирать так с музыкой. Вот. Но не весело было. Это рассказываешь. Да, да, это оно, да. А было, наверное, не весело. Скажем так, петь-то пел, но душа-то дрожала. Это ясное дело. И, ну, ну, хотя бы чистым пойду все-таки помыться далее. Ну, вернули нас назад в камеры. Все. Крикнул второго пожизненника Миша Талашханова. Он живой тоже. А потом-то и не выяснилось, почему так случилось, что в небанный день вас повели в баню. выяснилось все. Выяснилось. Потом оказалось, что это был день зарплаты. Все получили зарплату, офицеры там. Ну, собрались, сели, посидели, выпили хорошо. Говорят, а зачем нам ждать завтрашнего дня, четверга? Давай сегодня их в баню отведем. Им-то и в голову не пришло, что у нас чувства обострены, что неурочный день, неурочное время. Им они потом уже говорят, ну, парни, извините, ну, не подумали. Отношения, скажем так, у нас с ними были хорошие. Скажи, а как так ты говоришь, что тебе назначили смертную казнь, но ты в камере смертников посидел всего лишь полгода? Очевидно, из того, что мы сейчас видим тебя живым, слава богу, приговор не был исполнен. Да, конечно. Что случилось? В феврале месяце приходит... Какой год? Это 93-й. Приходит замполит и говорит, пиши помиловку. Я говорю, ребят, я же ее написал. Это мы ее потеряли. Пиши помиловку. А Миша Тылышханов, ему уже пришел отказ в декабре 92-го, но не расстреляли его по техническим причинам. Поясни. Не нашли исполнителя. То есть человек, который исполнил приговор вот предыдущему, он отказался. Он уволился, он отказался, и никто из офицеров... А после исполнения приговора этот человек уволился. Да, он уволился. Очевидно, это так... Да, психологически видно. Сломало. Сломало, видно, очень тяжело было. И все офицеры, которые видели, что происходит с ним, никто не решился повторить, то есть исполнить приговор, и поэтому вот остался он неисполненным приговор. Но это страшная работа. Страшная, конечно, да. Страшная работа, не представить. И, значит, ему и мне пришли и сказали, пишите помиловку. То есть президенту нужно... Жест. Гуманный шаг. Да, гуманный шаг. И мы написали, вот в феврале написали, и 8 марта по радио объявили, а потом пришли, когда бумаги, что 5 марта 93-го года президент подписал наше помилование. То есть заменил на пожизненное заключение. Расстрел заменен был на пожизненное заключение. Хотя на тот момент было уже 4 смертника, но шанс дали только нам двоим. А остальные 2? Так, сидели дальше в камере смертников. Ну, одному по суду заменили на 15 потом, а второму уже в 98-м году, когда отменили смертную казнь, заменили на пожизненное заключение. Значит, вас помиловал президент Эстонии. Да, президент Леонард Мерриев. И изменил приговор от смертной казни на пожизненное. Как вы восприняли эту новость? Скажем так, в этот день нас, говоря тем языком, окрестили на 10 суток карцера за игру в шахматы. Нельзя было играть в шахматы или в чем вопрос? Нельзя переговариваться через кредитацию. А, вы сидели в разных камерах. Да, конечно. И вы перекрикивались, создавали лишний шум. Создавали лишний шум, перекрикивались. Е2, там, конь Е2, Е4. Да, конечно. И нас, значит, вот за это нас наказали, да, 10 сутками карцера. И я, когда вернулся в камеру, радио у меня стояло так, там в каждой камере радио было, оно было вне, там специальный ящик есть, но оно стояло в ящике не закрыто. И я мог громче, тише сделать, но когда я вернулся уже на карцерный режим, я посмотрел, радио закрыто в этот железный ящик, болтиком закручено там. Вот, орет очень громко. И я решил его сделать потише, найти какой-то способ. И в это время начались новости. А второй смертный Миша Талашханов, он уже лег спать. Он чуть раньше был на Кристинах, я чуть позже. Вот, и начались новости, и вдруг я слышу, они на эстонском языке новости были, но я услышал свою и Мишину фамилию, и я понимаю, что что-то произошло, что-то изменилось. И сразу на коридоре там шум, в камерах там уже начали нас кричать, там вызывать, как говорится, на связь. А я же фамилию, слушай, я ему уже кричу, в ответ не орите, вы скажите, что там вообще, что там сказали-то, что сказали-то. Ну, эстонцы, слава богу, были там в камерах. Говорит, вам заменили смертную казнь. Я говорю, на что? Он говорит, на пожизненное. На что еще могут заменить? Да, не, ну, еще могли на 15 лет, да, могли заменить. На тот момент сколько ты уже отсидел? Ну, это вот уже 10 лет почти. И тут Мишу достучались, добудились, но крик стоял, конечно, неимоверный. Ну, осознание, что такое пожизненное заключение, еще не было. Это пришло много позже, вот, особенно, когда нас упаковали в такую камеру, где три шага, туда три шага, обратно, и ни окна нету, ничего, то есть, там уже стало понятно, что пожизненное заключение, это не сахар. Вот, и таким образом, вот мы... Но первая реакция... Первая реакция, это радость, конечно, радость такая. Все, уже вот это, этот груз, который, вот, домоклов меч, который висит над тобой, да, что вот в любое время он может сорваться, и ты труп. Уже нет, уже этого ощущения нет, уже все, оно ушло. Сколько тебе было лет на тот момент? Это мне было уже 40... Ой, 34 года. Ну, 33 еще, еще не было 34. 33, почти 10 лет ты уже был в тюрьме. Ну, 33 с половиной примерно, и 10... Уже отсижено. Почти 10 лет отсижено, 9 с половиной отсижено, да. Ты прыгал, кричал от радости? Да, и прыгал, и кричал от радости. А хрип я... Даже ахрип. Бога не благодарил или не вспомнил? Нет, даже не вспомнил. Вот в чем беда-то, что все. И даже Библию перестал читать с этого дня. Ну, хотя у меня ее забрали на 10 суток на карцер, но когда мы уже приехали в зону, мы на двойку приехали, тогда в карцере досиживали, потом уже вышли в зону, нас там выпустили. Ну, мы там только 2 недели побыли, нас оттуда списали. Получается, по этой поговорке, да, как тревога, так до Бога. Да, согласен. Помог Бог, Бог больше не стал уменьшим. Пока было тяжело, были стесненные обстоятельства, вот этот домоклов меч висел, что могут в любой день, что как-то перед Богом предстанешь, все-таки, как-то у меня вера с детства была, что Бог есть. Я верил, что Он есть. Я не верил самому Богу, но в Бога. Я верил, что Он есть все-таки. Начальная вера. Да, тем более, что у меня был опыт еще попадания в ад, это вот в 91-м году, когда я... Расскажи поподробнее, что это за опыт. Ну, скажем так, я был такой всеядный, я и алкоголь употреблял, и наркотики, то есть, лишь бы кайф поймать. Разве в тюрьме тоже был доступ к этим грехам? Совершенно. Ну, если откровенно и честно. Совершенно легко это было, были бы деньги. Есть деньги, есть наркотики, есть водка. Полицейские не против были заработать. Когда ты находишься в тюремной больнице, то есть возможность пойти и на свидание к женщине, были бы деньги. За деньги. Конечно. Что значит женщина? Это женщины, которые сидели, тоже осуждены. Заключенные, да, конечно. С кем-то можно было договориться, из них, кто согласен. Конечно, да. Заплатил деньги и вам устраивают очную интимную встречу. Кто-то там вот на седьмом отделении был изолятор, кто-то в карцере там встречался, а на больнице это было проще просто. В общем, полицейские наживались с таким образом. Да, конечно, конечно. Но сейчас, насколько я понимаю, этого уже нет. Нет. Это все 90-е годы. Это 90-е годы. Ну, начало 2000-х еще, пока были зоны, пока были зоны, это было доступно. Пока система полностью не поменялась? Скажем, даже не система, а контингент охраны. Охрана. То есть... Другое поколение. Да, новое поколение пришло, молодые. С другим менталитетом. Им уже внушили, что это табу. И все... Ну, как ты считаешь, это правильно, что им внушили, что это табу? На сегодняшний день. С точки зрения нормального такого человека, да, конечно, правильно. С точки зрения заключенного, это беспредел. Неверующего. Неверующего, конечно, неверующего. Я имею в виду такого. Значит, ты, будучи в тюрьме, время от времени употреблял и наркотики, и алкоголь. Время от времени это, скажем так, даже, ну, мягко сказано, потому что пили мы каждый день. Вот. Наркотики там порежали. Что ж это за тюрьма? Порежали. Что можно каждый день не употреблять алкоголь? Ну, скажем так, брага стояла под шконарем каждый день. То есть, эту ночь ее выгнали, выпили, следующую поставили. То есть, ну, в общем, охранники, видели, что стоит это. В общем, они на это смотрели сквозь пальцы. Лишь бы только было тихо. Лишь бы не дрались и все такое. Вот. И поэтому, и когда не было наркотиков, искали какую-то пародию хотя бы. Когда нет выпить или наркотиков, и такой пародией был на локаин. То есть, выпаренный до определенной концентрации. Обращались в санчасть. Да, обязательно. Но это же больница. То есть, просто к доктору обращаешься, и все. И, скажем так, у меня желудочное заболевание. Мне выписывают на локаин как обезболивающее. Вот. Но в него добавляли всегда атропин. То есть, довольно ядовитое вещество такое. Ну, в малых дозах лекарства, в больших дозах это уже яд. Ну, зная это, значит, попросил, что без атропина. У меня аллергия. Ну, как будто бы. И вот я приготовил себе эту дозу и сделал себе укол. Но я не знал, что там атропин. Что значит, как на локаин? Просто нужно было выпарить. Выпарить. Да. И это инъекцию. Делаешь внутривенную инъекцию. Вот. И я же не знал, что там атропин. И сделал себе инъекцию, и я начал проваливаться. И выпаренный локаин заменял наркотик? Семисот. Это как наркотик. Ты не получаешь того кайфа, который от наркотика, но вот этот, скажем так, первичная волна, которая... Ощущение. Да. Ну, просто вот это поймал. Вот она прошла, всё, но ты хотя бы... Ну, такая пародия. Вот. И вот я сделал себе укол, и лёжа на шканаре, я увидел, как я выхожу из тела, только я не вверх вышел, как многие видят, а я пошёл сразу вниз. То есть, через кровать, через пол, через кабинет, там, ну, ниже, на первом этаже кабинета, там... Подвал. Подвал. Потом земля и огромный-огромный колодец, такой, ну, круглый колодец, в котором темно, холодно и страшно. Внизу видно свет, но это такой колеблющийся свет. Понятно, что это не такой постоянный свет, а он колеблется, либо факелы, либо костёр. Но мне настолько стало страшно, что я просто вот... Ну, когда мне сказали, что тело моё молчало, тело ничего не кричало. Но я вот... Это сокамерник тебе сказал, что ты лежал просто. Я просто лежал. А он увидел, что ты, прошу прощения, отъехал? Нет, нет, никто даже не обратил внимания. Это когда я уже вернулся в тело, да, тогда только они увидели, что я сел. И вот я закричал так, ну, это видно в духе, так закричал, «Господи, помилуй». И вот какая-то, значит, сила такая, рука такая, прям как вот за шиворот взяла, остановила этот полёт вниз, и начался подъём вверх. Вот я опять прошёл обратным путём, вернулся в тело, и атропин вызывает спазм мышц, и поэтому дыхание перекрыто, ты дышать не можешь, можешь выдохнуть, но не можешь вдохнуть. И я как бы услышал в голове голос такой, «Пей воду». Вот я начал пить, попросил воды, начал пить, и глотая воду, я мог делать глоток воздуха. Воздуха, да. И вот таким образом я где-то три литра примерно выпил, на четвёртом литре дыхания такое уже восстановилось, и вот у меня был такой опыт. И как ты отнёсся к этому, к этому опыту? И я перестал колоться. С тех пор ты перестал колоться? До 94-го года, когда я сделал последний укол, от которого заработал гепатит С. Ну, это я узнал уже тоже через 14 лет только. А как ты расцениваешь этот опыт? Что это было? Ну, я понял, что это ад. И у меня не было сомнений. И потом, много позже, я говорю, читая Кеннета Хейгена, я прочёл, что он этим же путём, точно так же, через кровать, пол, всё, он прошёл трижды. Но он долетел до низа, и он видел эти вот факела, костёр и ворота эти, демона этого. Я до туда, слава Господу, не долетел. Но, может быть, лучше бы и долетел бы. Быстрее бы дошло. Да. Скажи, ты это видел, и ты внутренне ощущал ещё, ты говоришь, и ужас, и страх? Да, именно, ужас, ты вот летишь, и ты понимаешь, там страшно просто, и не такой страх, что вот как вот мы здесь, там испугался чего-то, там из-за угла кто-то вывернул, а он, скажем так, он липкий такой, как вот он прилипает к тебе, как вот, если, скажем так, взять кисель, да, и вот человека обмазать кисель, вот только эта холодная масса, которая впитывается в тебя, и вот этот вот ужас просто. Там уже не грамма надежды. Там вообще никакого тепла. Нет. Там чем ниже, тем холоднее. И тем страшнее. Ну, там так что, ну, к сожалению, видно. Ну, значит, такая глубинная вера, внутренняя глубокая, глубокая, может, забытая, уснувшая убеждение о том, что Бог есть, и Он может спасти, было, раз оно проснулось. Конечно, было, да, но когда вернулся, дыхание вернулось, всё хорошо, на следующий день, ну, как говорится, брага поспела, всё забыто. Но колодцы перестал, да, вот, это сказал, всё, до свидания. Это уже сколько лет ты просидел в тюрьме на тот момент? Это 91-й год ещё, это ещё вот только... Это ещё ты только 9 лет просидел. Да, 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 ещё 7, 8, да, 8 лет. 8 лет, очевидно, было, да. Сколько лет ещё прошло до тех пор, пока ты уже осознанно отдал своё сердце Христу, покаялся? Сколько лет ещё прошло? 11. Ещё 11. Опыт спасения ты пережил, Библию ты читал, какие-то знания уже были. Наверное, вот... Что тебе мешало? Наверное, доступ, лёгкая такая доступность, удовольствие, да. Грех. Да, всё. Но, правда, вот с 96-го года я, как говорится, ни капли в рот, ну, кроме причастия, причастия я не беру. Вот. Как-то вот встретили с 95-го, ну, 96-й год встретили, мы взяли бутылочку водочки, хоть мы в разных камерах разделили пополам, как говорится, выпили, и вот после 1-го января 96-го года как-то у меня... Ну, просто вот как отрезало, не хочу пить, и всё. Ну, ты ещё не был с Богом. Я не был ещё с Господом. Нет, нет, нет. Пропало желание. Желание пить пропало, да. Удовольствия в этом ты уже не находил. Да, я уже не видел... Я не видел смысла, зачем. Вот. Я не понимаю вообще, зачем. Может быть, просто ты ментально уже, скажем так, ну, позрослел, созрел, и... Ну, наверное, да. Начал жить с другими категориями, больше уже рассуждать о жизни, не о смысле жизни. Скажи вообще, вот... Извини, что я тебя часто перебиваю. Ничего не я. Ну, находясь столько, так долго в тюрьме, да, в общей сложности, да, ты, конечно, 38 лет просидел без выхода. Ну, вот, находясь в тюрьме, иногда один в камере, иногда вдвоём. Ну, большинство один. На батарее. Это же много времени размышлять, думать. Да. Вот о бытии, о смысле бытия, о спасении души. Думал ты? Или ты убегал от этих мыслей? Ну, наверное, тюрьма, это не зря говорит, что в тюрьме сатана рулит, потому что маленького толчка. Священник не приехал. Неважно, по какой причине он не приехал, я ещё буду задумываться. Ну, что ты? Вот. Это-то не так, это не так. Всё. С Богом мне не по пути. Пойду-ка я в сатанизм. Если Бог не на поводу твоих желаний не идёт, да, 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 всё он мне не годится. То это не твой Бог. Это не мой Бог, тогда сатана. Может, он исполнить мои желания. Ну, и ударился в такой, махровый сатанизм, в магию. Была у меня книжка, меня из России прислали, подруга была по переписке, прислала книжку по магии. Вот занимался всем этим. Я много где головой-то бился. То есть, вот, начиная с 96-го года как раз, то есть, это вот уже такое увлечение сатанизмом, кришнаизмом, что, в общем-то, я считаю одно и то же. Но, правда, когда я с кришнаитом этим общался, я сказал, ну, знаешь, мне как-то Иисус очень нравится, я не хочу отказываться от Него. Он говорит, не надо, это воплощение Кришны, ну, тут совсем хорошо. Но как-то вот всё равно продолжал читать вот эти православные молитвы, молитвослову. Ну, в общем, я хотел сидеть на двух стульях, очень мне хотелось сидеть на двух стульях, а лучше всего на троне пребывать, чтобы, как в той сказке про золотую рыбку, владычество морское, чтобы рыбка была на побегушках. Тут хотелось, чтобы Бог был исполнителем твоих желаний, чтобы сатана тоже тебе ботинки чистил. Вот, как-то вот такие вот настроения были. Ну, и как ты из этого выбрался? Как ты понял, что это не тот путь? Что произошло? Совершил преступление. Я совершил преступление, ещё одно преступление. У нас получился конфликт с сокамерником. Утром он меня, он неожиданно, это был действительно неожиданный удар, он меня ударил, я немножечко потерялся, но, тем не менее, сопротивление какое-то я оказал ему. Но, как так, все знают, что он меня избил, ну, неужели ж я так это оставлю? Какие-то там ещё задатки авторитета остались? Да, гордыня. Ой, какая ещё гордыня? Ну, она называлась по-другому, авторитет. Это же, ну... И я решил убить его. И вот я совершил... То есть, вечером я его позвал к себе в камеру и совершил попытку убийства. То есть, я попытался убить. Я ему нанёс, в общем-то, такие ранения, от которых больше 40 минут не живут, но он прожил полтора часа ещё в камере здесь, потом ещё полчаса пока до операции, его прооперировали. И вот я вчера в свидетельстве у неё как-то упустил. Когда мы встретились с ним в Тарту, мы встретились как друзья. ну, это в 2005 году мы с ним примирились. в Тартовской тюрьме. Да, он в Тартовской тюрьме был, я в Эмаре, но я ему... Вот мне легло на сердце написать ему письмо, я написал, он мне ответил, но он тоже уже в церковь ходил, и вот мы примирились, и уже когда в Тартовской тюрьме встретились в 2014 году, мы уже встретились как друзья. Ты просил прощения у него? Да, я просил у него прощения, он просил у меня прощения, то есть мы примирились, то есть как Писание говорит, Оборитное покаяние. Да, как Писание говорит, что если Богу угодно пути человека, он и врагов примиряет, да? И вот я в 2002 году совершил ещё одно преступление, попытка убийства у меня была, и характерно, что потом в своих показаниях вот этот человек, он говорил, что я стоял над ним и молился. Я, конечно, посчитал его сумасшедшим, потому что я сразу заявил, молиться я умею только по молитвослову. Но много позже пришло воспоминание, что вот кусочек времени примерно в 20 минут отсутствует в моей памяти, то есть совершенно вот 20 минут, как будто их нету в памяти, всё, вот пустота такая. Это когда ты его, скажем, да, когда я его убивал, да. И он лежал. И он лежал, да, и вот он сказал, что я стоял над ним и молился. Что? А я этого не помню, я до сих пор этого момента не помню, но я верю, что так было, потому что... Как ты это объясняешь? Ну, это, видимо, дух всё-таки уже начал оживать, и он начал молиться. Твой дух. Разум был выключен, а дух всё-таки... Скажем, твоё сердце глубинное, глубинное, ты настоящий. Может быть, те бабушкины молитвы... Он не был согласен с этим, и началась эта внутренняя борьба. Да, да, да. И много позже мне пришло вот такое, понимаешь, что вот как голос такой, что я тебе, я ему сохранил жизнь, чтобы спасти твою. То есть вот, это уже позже, конечно, много пришло понимания этого. И в этом же году, в 2002, на суде мне впервые посчитали срок пожизненного заключения. И его назначили со дня ареста. То есть с 83-го года. И, в общем, скажем так, оставалось 11 лет до первого УДО. До первой возможности обратиться в суд, чтобы по условно-досрочной освободиться. Да, первая возможность условно-досрочной освобождения. В нашей системе криминальной, юридической есть такой параграф, да? Да, конечно, да. Что человек, осужденный на пожизненное заключение, после 30 лет того, как отсидел... Сейчас 25. Теперь 25. Теперь 25, да. Когда на тот момент был 30, было 30. И человек имел право написать заявление, что... Не, 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 не. Это автоматически. Это автоматически. То есть подходит 30-летний срок, тюрьма обязана подать документы. Но суд, как уже суд решит? Уже только решение. Достоин ты, недостоин? Это только решение суда. Учитывая тяжесть содеянного и твое поведение нынешнее. Ну, по закону только нынешнее поведение. Тяжесть содеянного ты за это уже отбываешь срок. Вот. Ну, хотя суды обычно так и учитывают. Но, тем не менее... В 2013-м. В 2013-м первый раз. Первый раз я пошел. В 2013-й год на тот момент у тебя было 30 лет отсижения. 24-го мая я пошел уже в суд. Но ты был уже на тот момент христианин. Уже убежден. Уже, да, уже был. Уже, скажем так, твердостоящим верующим. В каком году ты осознанно отдал свое сердце Христе? 14 декабря 2002-го года. Это было в 4 часа ночи. Где это произошло? Это было в тюрьме Эмари. В камере. Ну, там, скажем так, это закрытый блок. И вот мы там сидели в камере. И вот сокамерник, когда мы приехали, он мне свидетельствовал об Иисусе. И в 4 часа вот он мне задал вопрос. Я уже засыпал. Он мне задал вопрос. Кто для тебя Иисус? И я ему ответил как-то Господь. И он мне тогда сказал, говорит, вот ты и принял Иисуса. И вот и на следующий день, как я вот уже свидетельствовал, мне стало Писание открываться. То есть я стал понимать, что я читаю. И места Писания стали всплывать. Хотя, как вот до этого я пытался выучить Новый Завет. Примерно 25 раз его прочел. Ничего, в общем-то, в голове не осталось. Потому что, ну, невозможно в голову уложить Божье Слово. Если сердце не открыто. Если сердце не открыто. Потому что Божье Слово должно быть, как говорится, расти. То есть оно должно быть на почве. А почва – это сердце. Это не голова. Это не разум. Это не ум. Это не мозг. Это сердце. И с того момента ты начал расти в Боге. Ты начал читать, молиться. Каждый день. Я начал читать, молиться. Ты пошел в церковь. Пришло прощение. Я осознал, что Господь мне простил мои грехи. То есть я уже ни на секунду не сомневался, что я не прощен. Пришло прощение уже. Я всех простил. И, да, в апреле месяце я вышел уже из закрытого блока в отряд. И начал, да, на следующий день я уже был в церкви. И все. И вот меня поставили там работать. И вот так у меня пошла уже жизнь. Скажи, какую... Как ты оцениваешь роль верующих, которые вот со свободы приходят в тюрьму? Капелланы, добровольцы. Насколько это важно? Скажем так, что если бы вот на тот момент не пришли, они, я помню, в 88-м году впервые пошли в тюрьму. Вот если бы они не пришли в тюрьмы, да, то столько бы верующих, освободившихся, верующих и твёрдо стоящих в вере не было бы. Были бы, может быть, те, которые там... Ну, кто... Потому что разрешена Библия уже была, кто-то, может быть, сам пришёл бы. Но это очень огромная роль, потому что они своим примером показывали. Они же шли не за деньги, они шли потому что по велению сердца. За свои деньги. За свои деньги. Они тратили свои деньги для того, чтобы, допустим, в ту же тюрьму Эмаре приехать. Это каждый день 50 километров туда, 50 обратно. То есть 100 километров каждый день, а бензин всё-таки денег стоил. Плюс время. Плюс время. Значит, они же где-то работать, нет времени работать где-то, чтобы как-то... То есть, ну, ведь Господь обеспечивал. И вот такой пример, что раз Господь обеспечивает их, значит, и меня может обеспечить. То есть, хотя бы интерес уже к этому появлялся. Они пошли... Как открылась возможность христианам идти в тюрьму проповедовать, они пошли по зову сердца. Давай вспомним и отдадим честь, выразим уважение поимённо. Кто вот эти первые капелланы? Ты просто в тюрьме с 83-го года. Ты застал, наверное, всех этих капелланов, которые добровольно пошли ещё, не будучи капелланами по зову сердца. Ну, скажем, не всех, но... Кого ты знаешь? Кого-то по наслышке, допустим, Георгая Тюманка, я знаю, по наслышке. Я не был знаком лично. Я знаю их лично. Вот. Олиус Таллинг, Марьяна Таллинг, жена его, да? Олиус Капелланом был, Марьяна помощница, переводчицей всегда была. Тию Касаткина, Рейн Киаск. Рейн Киаск. Да. Более позднее уже в Тарту там Ангелина Урбель. Сайма Курик. Сайма с матью, да? Матью тоже умерла в тюрьме. Матью в тюрьму умерла. Абу Ипрус. Абу Ипрус, да, конечно. Известный теперь, он тоже сидел в тюрьме когда-то, и потом пошёл в тюрьму. И вот эти люди, они приходили, вот они приносили Иисус, они не себя показывали. Потому что вот я помню эти проповеди, да, которые вот Олиус Сталин, да, он всегда подчёркивался, говорит, я не себя вам приношу, я вам хочу показать Иисуса. То есть гости приезжали из Англии, из Америки. То есть в такой случае мы вот с братьями собирались, в церкви нам было разрешено, и как-то вот почувствовали застой такой в церкви, что ли, да. И как-то моя же молитва так, это говорю, Господи, ну если нету наших гостей, что-то не приезжают, наши никто, ну пусть хоть негр какой-нибудь приедет. Ну, простите за такое. Ну, именно так вот было. И приехал чернокожий брат, под два метра ростом такой, именно. И братья мне говорит, ну, он, говорит, вымолил. Господь серьезно относится к молитвам. Очень серьезно. Поэтому, скажем так, что молитва должна быть понимать, что ты просишь. То есть, потому что, когда ты просишь, Господи, дай мне огня, ты должен понимать, что это действительно будет огонь. Это как брат Андрей по-сотецки такую историю рассказывал, сестра у них была на общении. и попросила помолиться, чтобы Господь убрал все, что стоит между ней и Богом. И, значит, потом через какое-то время она приходит, говорит, у нее угнали машину, сожгли дачу и обокрали квартиру. Это как бы в один период времени. Да, в короткий промежуток времени. То есть, случилось это все, можно сказать, одним разом. То есть, да нет, Господь потом восставил и машину, и дачу, квартиру обставил, да, но суть в чем? Что просила убрать все, что стоит. И вот поэтому, когда... Получается, ну, возможно, мы так рассуждаем, что это, что она была сильно привязана к этим вещам. Правильно, конечно, и вот поэтому, когда я вот, я все-таки понимаю, что я тоже к чему-то привязан, да, но... Здесь раздумаешь, о чем молиться. Да, честно сказать, да, все-таки материальное немножко еще присутствует в жизни. Ну, ты сказал, Господь воздал, как в случае с Иовом, что Господь испытал, допустил, но потом воздал, и воздал больше. В два раза больше все это было у него. Значит, я тоже ведь уверовал в тюрьме, и ты знаешь, и радиослушатели знают, поэтому, конечно, тоже невозможно переоценить вклад тех, кто годами, десятилетиями ходили, ходят в тюрьмы, несут Евангелие, общаются, молятся за людей. Поэтому, со своей стороны, тоже оказываю, выказываю здесь прилюдно, если можно поставить на всю аудиторию, огромную честь всем, кто служит, кто ходит в тюрьмы, в больницы, в дома престарелых, братья, сестры, труд ваш не тщетен перед Господом, награда ваша велика. Я оказываю вам уважение, и это дорого в глазах Бога, и в глазах, в наших глазах, на благословит вас Господь. Извините, что я, может, так немножко отвлекся от нашей темы. Хорошо, давай тогда подойдем уже ближе вот к освобождению. Значит, так посадили тебя в 1983 году. И вот в 2013 году, у меня, значит, 12 мая, потому что забрали меня 10 мая, но арест с 12 мая 30 лет фактических и 1-й УДО, и буквально через 12 дней уже суд был. Вот. У меня не было ни капли сомнений, что я освобожусь. Я был уверен полностью. Ну как, я же с Господом. Я же, неужели же Господь меня оставил в тюрьме? Я же такой уже... Что, 30 лет достаточно? Да, уже такой положительный. Я все осознал, понял, покаялся сто раз. Да, я же уже такой положительный весь. Да, иду на суд. Кстати, я не Богданова, дай Бог ей здоровья. Вот. И... Это судья. Да, судья. И когда я возвращаюсь сюда, я уже внутри понимаю, не-не-не-не, на свободу-то я не пойду. Не готов. Не готов. То есть, я-то считаю, что я готов, но я понимаю, что внутри, вот оно и есть, что Господь говорит, что ты не готов, тебе рано, ты не можешь, ты наказание свое не отбыл. Да, я так рассуждаю, Господь же простил. Простил, простил, все, все прощено. И вот тут вспоминается, как с Давидом, история, что, когда он согрешил с Версалью, что Господь простил, когда пророк Нафан к нему пришел, да, и Господь тебя простил, но наказание ты понесешь. И вот тут мне еще, ну, меня еще впервые, когда я только уверовал, мне вспомнилось все мои грешные дела, и я понимаю, что да, меня осудили за чужое преступление, но другого варианта наказать меня за то, что я совершил раньше, не было просто. Поэтому именно таким путем. И тут я тоже понимаю, что все, что я там натворил, там два смертных приговора, свободно можно дать. И я понимаю, что ситуация такая, что рано, надо до конца отбыть. Ну, и когда там момент был такой, что это последнее испытание. Это 12-й год, да? Это 13-й год. 2013 год. Что это последнее испытание. И в этот же день приехал Оля Сталин ко мне с Марьяной. И он говорит, когда заходили в тюрьму, ему тоже было такое, что это последнее испытание. Правда, Господь не сказал, что оно на 8 лет затянется, но тем не менее. В 30 лет не отпустили? Нет. Отпустили, когда ты уже отсидел 38 лет? Да, когда еще... Да, и каждый год, каждый год, ну... Ты подавал, подавалось дело в суд. Это шло в суд, да, но испытание было в другом. Испытание пришло в 2015 году. Когда мне... Значит, я в 2014 году сходил на суд, и потом я пишу, значит, вопрос, когда у меня следующий УДО? И, скажем так, что, ну, в канцелярии тюрьмы работают без юридического образования, ну, со средним образованием в канцелярии там. И поэтому вот это эстонское выражение и геолекс, что правильнее было бы, было трактовано как правильно. Вот так вот. И мне пишут, что твое УДО в 2032-м. Следующая возможность подать УДО? Как будто вот у меня с 2002 года срок идет с последнего преступления. Вот. Я написал возмутительную жалобу, и вдруг мне на сердце такое приходит «Оставь». Просто оставь. Как есть, не борись. Да, это даже 2014 год, декабрь месяц. Оставь. Оставь как есть. И я это оставил, вот проходит год, и в январе месяце мне приходит письмо из Ихвистской тюрьмы от человека, ну, мы с ним на батарейной вместе были, но с которым мы не общались, скажем так, вот 13 лет. Почти 13 лет не общались. И вдруг он мне пишет письмо. И в письме пишет, значит, вот решением государственного суда вот такой-то номер, дело, так и так, что суд, суды, которые по УДО проходят, они не имеют права изменить начало срока, что должны, вот как в приговоре записано. И я пишу. Это тебе с одной тюрьмы отряд измеченный пишет другому. Да, потому что там они всегда интересовались этими вопросами. Общая тема, всегда на слух. Да, и больше после этого мне тоже не писал больше. Вот он единственный раз мне написал. И я написал, тюрьмы, так и так, вот номер, дело такое, решение суда государства такое, что у меня опять УДО. ну, и вот тут и было, вот я считаю, что это, ну, одно из испытаний такое, что оставлю я или нет, я не знаю, если бы я, может, начал жаловаться дальше, может быть, этого суда там и не было бы аналогичного, что, может быть, так бы и сидел бы до 1932 года, но вот всё-таки послушание вот это Господу, что вот оставь, оставь, всё решится само. Ну, и вот каждый год, и каждый год, когда мне отказывали, я подавал апелляции, но мне Господь всегда показывал, почему. То есть, Он показывал, у тебя в сердце там уголочек есть, там вот, видишь, камешек лежит, который, ну, нельзя с этим камешком выходить. На свободе этот камушек может превратиться в скалу и раздавить. Да, да, раздавить, и у меня такое всегда, что Господь хочет, чтобы я вышел из тюрьмы и уже туда не возвращался. Чтобы ты вышел на свободу, будучи полностью свободным. свободным внутри от тюрьмы. Ну, в общем, Господь так и сделал, что Он так и освободил, что я вышел совершенно свободным уже в 2021 году. Ну, расскажи, как это случилось в 2021 году? Сам момент освобождения, предысторию короткую. Мне суд, очередной суд, отказывает в освобождении по причинам там вот, там, преступление тяжкое, это, это, это все, ну, ну, все, что всегда, обычно. И я очень не хотел даже писать апелляцию. Ну, сказал, все, хватит, я их достаточно написался, больше писать не буду. И тут совершенно... непробиваемая стена, ты махнул рукой скажешь. Да, и тут совершенно, скажем так, человек, которого я знаю только потому, что он здесь же, вот в этом же коридоре, как говорится, в камере сидит. Да, мы с ним, в общем, так и не общаемся, он просто подходит, интересуется, ну, как тут, что у тебя с апелляцией, будешь писать? Я говорю, не буду. Он говорит, нет, надо написать, напиши. Второй также подходит, третий, вот, и потом вот я позвонил Марьянину. Необычная. Необычная, да, что-то, ситуация. И у меня уже такое, что-то такое... Какой-то звоночек уже, обратите внимание. Обычно, я каждый месяц, минимум раз в месяц, а то и два раза в месяц с Марьяной Таллинг всегда общался. И те разы, когда... Марьяна Таллинг, это супруга Капеллана Олиуса. Да, и она по-русски хорошо, Олиус немножко, он тем более подзабыл в общении. Обычно с Марьяной общаюсь, так иногда с Олиусом. И всегда вот все те разы, которые я... Суд мне отказывал, и еще перед тем, как я писал апелляцию, я говорю, наверное, апелляцию напишу, Марьяна говорит, а может быть не надо, может быть оставить так, как есть. То есть, Господь. Ну, я писал эти апелляции. А в этот раз я вот звоню, говорю, все, Марьяна, даже не хочу апелляцию писать. И вдруг она мне говорит, нет, Олег, надо написать. Вот надо написать, и все. Необычная. Необычная, да. Всегда она говорила, может быть, оставить так, а тут она... Да ты послушался. Я послушался, да, я написал апелляцию. Господь использует людей, да? Конечно, конечно. Несколько людей говорят тебе об одном и том же. Конечно, да, да, то есть Господь говорит не только через Библию, но и через людей, и не только через верующих людей. Вот характерно, что. И я вот написал апелляцию, и вот в апреле, 16 апреля 2021 года я вышел из тюрьмы, но узнал-то я раньше, что я выйду. И самое интересное, что вот Марина Илумец, она у меня была контактером, она верующий человек, и каждый раз, когда мне отказывали, она всегда с сожалением приходила, сообщала мне, что мне отказали в очередной раз. Сейчас она уже не была контактером, но она поддерживала отношения, и вот утром еще, еще даже завтрак не раздавали, она пришла на работу, и она пришла, открыла кормушку и сообщила мне, что вас освободили. Вот мы с ней на «Вы». По имени-отчеству. Да, она меня называла по имени-отчеству, и вот вас освободили. И вот первая, она первая, кто? Она первая, да, она первая мне сообщила, что... Вот твоя первая самая реакция. Ну, при ней... Ступор попал? При ней я... Вида не подал, да? Да, я так... Ну, мне хотелось, конечно, так подпрыгнуть, закричать, но... А почему ты не подал при вида при ней? Она пришла тебя обрадовать. Было бы хорошо дать обратную связь сразу ей. Хорошо. Ты поблагодарил ее? Хотя бы устно? Я... Нет, конечно, поблагодарил, но я постеснялся подпрыгнуть, я к кормушке подошел, я еще был в нижнем белье, я еще не одет был. И подпрыгнуть, поэтому в таком виде не хотелось. И очень-то прилично было. И очень прилично, да. Второй момент, наверное, в тюрьме все-таки мы... Ну, в тюрьме все-таки привычнее это скрывать чувства. Так сама жизнь... Ну, и так, конечно. Не сразу-то их наружу. Да. Ну, это... Хорошо. В былые времена это было... Кормушка закрылась. Чревато последствий. Она закрыла кормушку. Кормушка закрылась, да. Вот тут я подпрыгнул. Ес! И Господь, ты велик. Скажи, это, наверное, было за все твои 38 лет пребывания в тюрьме. Это самый позитивный момент. Самый позитивный момент. После покаяния, скажем так, после уверования. Самый позитивный момент. Самый позитивный. Тебе сообщили Евангелие. Именно, да. Тебя освобождают. Добрая вещь. Это же добрая вещь для тебя. Конечно, конечно, конечно. В момент покаяния ты уверовал в добрую вещь, что Бог прощает. Если каешься, осознаешь, просишь прощения, соглашаешься на то, чтобы менять свою жизнь. Да, а здесь уже он подтверждает это. Это как подтверждение того, что... Хорошо. Как долго ты прыгал? Ну, не так долго завтрак пришел. Я бы прыгал, наверное, дольше. Ну, как... Ну, эйфория внутренняя, да? По камере взад-вперед я даже одеться забыл. Обычно всегда вставал, одевался. Уже завтрак получал одеты. Я тебе говорил, да? Что ты, Игорь, учат радуйтесь с радующимися. И вот мы с тобой общаемся последние тут месяца не один раз. Мне вот хочется больше вот этот момент. Мне так хочется за тебя порадоваться. Но все-таки это же настолько неординарный случай. Человека Бог помиловал. Тебя освободили с пожизненного заключения. Ты 38 лет отсидел. Я, ну, не знаю. Я еще раз просто радуюсь. Поздравляю тебя, Олег. Я вот переживаю такие добрые чувства. Как ты-то радуешься? Мне все братья говорят, ну, и не только братья, кто меня знает. Они говорят, я рад за тебя. Говорю, а как я за себя рад? Вот обычно так. Ну, действительно. Ну, тюрьма, наверное, все-таки приучает немножко сдерживать себя. Но, тем не менее, кормушка закрылась. Все, в камере я... То есть, уже, чтобы присесть, да какое присесть, я вот зад-вперед, зад-вперед... Адреналин, адреналин, кровь, сердце стучит. Все это, да. Скажи, сколько времени прошло вот с того момента, как это вот Марина, да, ты сказал? Марина Илумит. Марина сообщила тебе эту весть добрую до момента, как ты вышел за ворота. 15 дней еще. 15 дней. Да, еще 15 дней. Пока законную силу вступила решение. В законную силу вступила решение. И вот в этот же день пришла бумага. Это она увидела в компьютере. А в этот же день мне уже прислали... То есть, там с того момента, когда я расписался, и в этот же день я расписался, да, и еще 15 дней. Но вся тюрьма ликовала, да? Ну, тебе же, поздравлений было много. Да, конечно. Знали. Ну, и, конечно, и уже когда в церковь, уже в воскресенье, в церковь, там уже... В тюремную церковь. Да, в тюремную церковь. Там уже все обниматели. Уже, да, там все поздравляли, конечно. И уже, скажем так, и служения уже пошли в том духе, что да, вот Олег с нами недолго остался. И самое интересное, что за три дня до меня освобождался на УДО Сергей Ковалев. То есть, мы вдвоем... Он 13-го, я 16-го. Так, и вот получилось. Там несколько огорчения было такое, что вот мы уходим двое, что... Ну, скажем так, столпы церкви. Да, немножечко такое. Сергей Ковалев тоже, мы же в одном детском доме росли, он отсидел 25. Ну, у него тоже достаточно там. В общей сложности. И сейчас он служит Господу в прославлении, в Тарту, в церкви обновления. Вот, и вот этот день, ну, меня освободили в Лотос и Кюла, в реабилитационный центр. Давай день освобождения теперь, поподробнее вот этот момент. 16-е число, меня... 16-е апреля. Да, и вот 2021-го года. 21-го года. Меня из камеры, значит, уже пришли в камеру. Ну, на сердце у тебя уже май был, наверное. Когда мне сообщили, что меня освобождали, он как спал, так и спал. Он даже не слышал там это, что это... Потом проснулся, что такое, говорит, у меня, говорю, все, ну, освободили. И вот я собрался, все, он меня проводил, еще даже камеры не открыли, когда я ушел. И пошел вот я вниз туда, на обыск, вернуть вещи. Вещи, которые у тебя забирали 38 лет тому назад. Да, ну, там от этих вещей там не было, но там были, которые... Другие, попутные уже. Из сталинской тюрьмы там, со складом. Ну, кое-какие вещи были. Плюс Ауи просто там передал мне кое-какие вещи, ну, чтобы одеться можно было. Ну, и как ты расставался с тюрьмой? Все-таки 38 лет ты там просидел. Ну, вот момент такой был, напряженный момент, когда вот там вертушка такая, чтобы выходить. Да, да, да. Вот. И когда я вот к этой вертушке подошел, и вот такое, а вдруг она сейчас не откроется? Друг это попутали что-то? Да. Меня не выпустят. Вдруг это что-то, ну, так это... Сердце чуть-чуть. Кто-то прикололся, скажем так. Пошутили. Пошутили. Что вот тут тебе раз... А не, браток, давай назад. Ну, нет, вертушка повернулась. Я вышел. Меня там встречали вот братья из Лотоса Кюлла. И Игорь что-то встречал просто? Нет. В тюрьме их не. Они были на парковке. А эти были в тюрьме. Ну, 200 метров от тюрьмы, да. И вот вышел уже из дверей тюрьмы, и вот я вижу Игоря Штуца, Сергея Ковалева, они там с тортиком стоят. И вот это ощущение, что я, по-моему, просто ехал в автобусе очень долго. Сейчас я вышел, и меня вот встречают здесь на остановке. И вот я подошел, желание оглянуться на тюрьму и вздохнуть так, ах, не было. И с тех пор ни разу не было такого желания, что, ах, как было в тюрьме хорошо. Нет, там было очень плохо. А в тюрьме макароны дают. Все равно, тем не менее. Не вспоминал. Вот слава Господу, что, говорю, вот с первого дня заключения я ни разу тюрьму не назвал домом. Ни разу. То есть, что такое дом? В доме меня любят, меня там ждут, и мне там уютно. В тюрьме неуютно, меня там никто не ждет, и меня там тем более не любят. Поэтому тюрьма дома быть не может. Это тюрьма. Пусть она будет из золота, пусть будут там сапфировые стекла, но это тюрьма. Скажи, вот когда я освобождался в 97-м году, я не пережил никакой эйфории. Ну, я просидел всего 4 года без выхода, потому что внутренне я был уже свободен, другими категориями жил. Я ожидал, что будет какой-то адреналин, эйфория, но этого не было, потому что внутри уже был свободен. Вот у тебя было, или пришло ли это потом? Ну, вообще такого осознания, что вот, как мне говорили, ну, кто там 3 года сидел, кто 8 лет, говорит. Я вышел, такой стресс испытал, но у меня не было этого стресса. Ну, не было, как-то вот я был готов внутренне, я был готов к свободе. И, видно, Господь, видно, давно готовил меня к свободе, то есть он работал с моим сердцем, и то, что я вышел. То есть, как, ну, скажем так, говорят, вот в этой церкви чудеса, там исцеление, там это и это. Нет, чудеса – это там, где нет исцеления, где нет движения Духа Святого. Вот там, вот это чудо, почему этого нет? Ты пережил, естественно, положительные эмоции, но это не так, что там зашкаливало. Нет, нет. Ты не бегал, не прыгал по городу. Это не до того, чтобы там всё в прострации пребывать. Нет, я понимал, да, свобода, но я понимал, что не я её заслужил-то, что... Ты её не заслужил? Нет. То есть, это именно благость, именно его благость, вот эта благодать от Господа, что его милость, что вот я на свободе, а не потому, что я такой хороший. Хорошо, сейчас ты уже полтора года на свободе, да? Да, уже скоро два. Ну, что ты можешь отметить? Как, ну, хорошо на свободе? Или какие-то сложности есть? Конечно, вопрос с подвохом, я понимаю, хорошо. Конечно, конечно, на свободе это ясно, что лучше, чем в тюрьме, да, но, честно скажу, без Господа на свободе делать нечего. Потому что это стопроцентный билет обратно. Господь, он заботится здесь о том, чтобы было, вот, ну, скажем так, ладно, тело на свободе – это одно. А вводренность? Душа на свободе – это другое. А вот дух, если он не свободен, да, а освободить только Господь может, да, если дух не свободен, то, ну, ты на воле, как в тюрьме. Это та же самая тюрьма, только, скажем так, территория побольше. Да. Хорошо, теперь вот нам пару таких интересных моментов. Ты рассказывал мне в личной беседе некоторые… Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, конечно. Ну, вот ты говорил, что ты просыпаешься и смотришь на дверь. Ну, обязательно, конечно. Я смотрю, что в двери кормушки нет. То есть, и я понимаю, что если нет кормушки, то эта дверь не закрыта снаружи. Я могу вот встать, подойти к этой двери, открыть, повернуть налево там дверь на улицу и спуститься вниз, пойти погулять воздухом, подышать. И каждое утро эта мысль тебе, она греет, и она, наверное, дает тебе мотивацию сразу с утра прославить Господа. Ну, вот, скажем так, не то, что греет, но я утром просыпаюсь, хотя я и в тюрьме это практиковал, да, но утром я просыпаюсь, я понимаю, слава Господу, вот я дома. Могу сейчас открыть дверь и пойти, куда хочу. Да, могу открыть дверь, пойти на кухню, съесть, что хочу, в любое время попить то, что я хочу, а не так, что ждать… Не по режиму. Не ждать, пока откроется кормушка и тебе что-то дадут. Там такое, да. Второй момент. Второй момент, значит, первый был, вот, а, второй момент, вспомнил, что это же 38 лет, каждый день дважды проверяли. Проверка, построение, в камере, просто заходят на месте, ты живой, когда два раза, когда три раза. Вот 38 лет тебя несколько раз в день проверяли, на месте ты, не на месте. Быстро ты привык к тому, что тебя не проверяют. А если таблетки давали, еще и в рот заглядывали, проглотил ли ты их на проверке? То есть проверяли даже это. Обыскивали. Из тюрьмы в тюрьму все эти этапы. Постоянные обыски. Да не надо из тюрьмы в тюрьму. Плановые обыски в камере. Ну, и плановые, и внеплановые. У нас бывало по три раза в месяц обыскивали камеру. И просто перемещение по тюрьме, всякие обыски. Ну, а еще первое время, когда мы на пожизни, на пережизни, нас вообще в наручниках водили. То есть даже... Вот этот момент, вот весь. Это же вросло в твой быт за 38 лет. Как оно? Быстро выветрилось? Ну, я не знаю, как у кого выветрится. Ну, Игорь, если ты с Господом, то это уходит быстро. Вот когда наручники перестали одевать, да, допустим, уже, и ты понимаешь, что, опять же, что это не заслуженное тобою, да, а что это вот кто-то позаботился о том, чтобы тебе было не так тяжко. То есть вот эту тяжесть как-то, что это кто-то о тебе заботится. И вот чувствуешь вот это тепло, вот эту заботу, да. И поэтому оно как-то быстро проходит. Ну, как ты, скажем, к хорошему привыкаешь? Быстро, поэтому смотришь уже без наручников, тут смотришь уже на свободе. Всего лишь 38 лет прошло, да? Понимаешь, если мне эти 38 лет... Ты не тот автобус просто сел. Я был... Ты не тот автобус сел. Да, но лучше 38 лет, 19 лет с Господом. И всю вечность быть с Господом. Да, вот когда вышел, 19 лет уже почти с Господом. Или мёртвым быть? Не духовно, физически. Я тебе вот говорил, да, что пытался найти одноклассников, да, и вот нашёл трёх человек. Остальных, похоже, нету. Да, остальных... Других кого-то я знаю, кто уже... Кого уже нет, а кто-то... Сколько тебе лет, Алексей, на сегодня? Биологически. 63 по паспорту. Да. Сколько ты ощущаешь себя ментально? Ну, на 23, максимум на 33, скажем так. Ясно. Жизнь кипит. Она, да, она кипит. Если она не будет кипеть, то, скажем так, это уже холодный. Это уже... Это не наш метод. Это не наш метод, конечно. Это уже в гроб пора. Нет, нет, нет. Жизнь должна кипит. Скажи, на сегодняшний день ты в какой-то церкви, чем ты занимаешься, если занимаешься в церкви сейчас, где ты живёшь, в каком районе или в каком городе, где ты работаешь, если ты работаешь. Расскажи мне, что сейчас... Живу я, начну с этого, в посёлке Эмари. Это недалеко от той тюрьмы, где я принял Господа. Правда, тюрьма уже не существует. И, значит, работа... Ну, скажем так, работа на фасадах, она сезонная, когда есть, когда нету. Сейчас пока нету, поэтому, скажем так, временно безработный. Тяжело вообще работать тебе? Ну, конечно, 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 и тем более физически тяжёлая работа. Ты столько лет не работал вообще? Достаточно. Ну, да, конечно, черпаком махать баланду раздавать или всё-таки мешки по 25 килограмм хотя бы, ну, таскать это на леса на восьмой ярус, это не так легко. Но ты не ропчешь. Ни в коем случае. Ты рада есть. Ни в коем случае. Это милость Божья, что... Это был бы грех, если бы ты ничего недовольным был. Конечно, конечно, конечно. Как Павел сказал, я научился быть довольным. И в скудости, и в богатстве. Ты научился быть довольным и счастливым и в тюрьме, и на свободе. Теперь на свободе. Раньше у тебя этого опыта не было. Что есть на данный момент, будь доволен тем, что у тебя есть на данный момент. Хожу я в церковь Новый Завет Олега Шумилова. Это город Таллин. Да, город Таллин. И, скажем так, служение, как уже мы с пастором определились, что это тюремное служение. То есть это работа с бывшими заключёнными, посещение тюрем. Ну, пока меня только в Тартовскую тюрьму пускают, в другие, пока меня не пускают тюрьмы. Там нужно ценз отбыть временной. А в Тартовскую тюрьму, там тоже год, но я год прошёл, я пустили в тюрьму. Ну, честно скажу, когда я подходил к тюрьме, прежде чем кнопочку звонка нажал немножечко, так это мандраж был. Впервые пришёл как гость. Вот, да. И пока вот я прошёл там, думаю, ну, сейчас там как начнут выворачивать на этом обыске, но всё-таки бывшие заключённые знают все эти примочки, как что нести. Да, нет, это через рентген, это тут тоже сам встал на рентген, всё, иди. Дают мне бейджик, дают рацию. Я говорю, а это тоже мне, что ли? Он говорит, да, тебе. А теперь, раньше не давали, а теперь всем гостям дают рации с красной кнопочкой. А как, ну, мне не давали, значит, я ещё не... Сейчас дают, сейчас дают, да. Я был последний раз, наверное, год назад или меньше. Ну, вот я вот был в октябре, дают, да. Ну, и как тебе в статусе уже гостя там находиться? Вот, зашёл, да, и я именно пришёл как гость. То есть, такого ощущения, что я вернулся куда-то там... Нет, нет, нет. Я пришёл в гости... У вас там никакой ностальгии, да? Не совершенно, не на гран, потому что, ну, какая ностальгия может быть? Да, конечно, я принял Господа в тюрьме, это, можно сказать, моя колыбель, да? Но, извините, это была тюрьма Эмори, это была другая церковь, это другая колыбель, скажем так, была. А это уже такая взрослая кровать, поэтому... Скажи тогда последнее, наверное, какие у тебя планы на жизнь, какие, может быть, есть мечты, и духовные, и душевные, географические, всё, что связано с свободой. Какие у тебя мечты и планы? Да, духовный план один, это, то есть, служить Господу там, где Он хочет меня видеть. Но, так как я действительно могу понять человека, уже, будучи какое-то время на воле, я могу понять человека уже, который на свободе, который освободился, скажем так. Но я могу понять человека, который из тюрьмы пришёл, то есть, я уже, кажется, в двух ипостасях побыл. И поэтому, я думаю, всё-таки работа с заключёнными – это моё. Вот, но, конечно, да, хочется и ребятам, которые в зависимости, показать, что Господь освобождает, даже когда ты ещё и не веруешь, Он тебя всё равно освобождает от зависимости. Кого через какую-то трудность, кого от алкоголя просто таким образом. Ну, и, конечно, хочется побывать где-то там, посмотреть мир, мир немножко, да, всё-таки. Ну, пока у меня нет такой возможности, у меня разрешения нет, а когда вот… Ты не выездной из страны. Я не выездной, да, ещё почти полтора года я не выездной, пока у меня вот надзор длится. Мы с тобой общались, как я понял, есть планы, как минимум посетить, может быть, Санкт-Петербург. Ну, да, вот эта область там, да, центра. Центры реабилитации, большие центры реабилитации в России и, конечно, дальше туда, в европейскую часть. Да, ну, в тюрьму-то, наверное, меня там не пустят в России, сейчас туда. Ну, в Латвии, в Литвии пустят. Там своих сейчас не пускают. В Латвии пустят. Ну, да. Есть там тоже наработанная дорога, туда братья ездят, служат. Потому что я считаю, что Господь меня освободил именно для того, чтобы быть примером. Показать, что с Господом возможно всё. И освободиться, и не вернуться к прежнему образу жизни. То есть, получить свободу не только физическую, но и духовную свободу. Да, дорогие зрители, радиослушатели, вот пример Олега подтверждает. И это яркий пример, что как бы долго, может быть, не тянулась проблема, какой бы ни был грех, в тюрьме каких бы обстоятельств мы ни были, есть выход. Всякий, кто имя Господне призовёт, спасётся. Нужно быть настойчивым в этом направлении, верным и никогда не сдаваться. У Бога есть милость, и Бог многомилостивый. Олег, что ты сам бы пожелал тем, кто вот слышит тебя, видит? Ну, я бы пожелал, чтобы тот, кто уже всё-таки хочет познать Бога, видит, кого Господь коснулся, не закрываться от Него. Как вот у меня многие годы было, я закрывался, просто отрицал, что не закрываться. Если Господь постучал в сердце, то надо открыть дверь и просто довериться Ему. Просто довериться, кто бы ты ни был, заключённый ты, вольный ты человек, просто довериться, поверить, что Господь, Он уже всё решил, у Него уже всё запланировано. Только поверь Ему, и тогда всё сбудется. Друзья, с вами сегодня были брат Олег Пятницкий, вторая фамилия Помилованный, и я, брат Дмитрий Андреев. Да благословит и вас, и нас всех Господь, Ему за всё слава. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok